Пропагандисты начали готовить своё население к этому контрно-настоящему. Вот это очень важная тема. И если раньше Скобеев успокаивал наш с вами любимый Ходорёнок в эфирах, то сейчас уже сама Скобеева начала успокаивать своих экспертов и говорить, чтобы они недооценивали Украину и что у нас всё получится. Давайте послушаем с вами. Танк Т-62М значительно превосходит по боевому потенциалу танк «Леопард-1». Просто на секунду, наши танки изготовлены чуть ли не в 1945 году, лучшие нынешних семейских «Леопардов». В 1945 году Т-62 закончился выпуск в 1975. По модификации последняя прошла в 1962М в 1985. У него первоклассная, первая в мире гладкоствольная пушка 115-мм, с большой бронепрививаемостью. То есть не навьё? Может, не надо говорить, что у них ничего не получится? Я только об этом. Значит, как раз по этому не берут. Я не говорю, что не получится. Я просто говорю вот об их характеристике. Жутко злятся люди, когда мы им здесь, из студии, и нашим многоуважаемым телезрителям начинаем рассказывать, «Бахвалятся тем, что всё это ерунда, и танки тоже чушь, и всё это шапками закидают». Это не ерунда. Просто ещё раз, после Харьковской области, «Упаси нас Господь» обсуждать на тему того, что у украинцев ничего не получится. «Упаси нас Господь» обсуждать это. Всё у них получится, наверное. Сто процентов. Но вот это, что говорят, это наброски о будущей капитуляции России? Или что это происходит? Да, безусловно. Это спущен такой темчик. Вот я вам приведу несколько ещё более ярких примеров. А Лукашенко, 31 марта. Вы помните, что он сказал в своём так называемом «обращении нации»? Он сказал вообще вещь, за которую в России 15 лет дают, и есть люди, которые уже сидят. Он сказал, что солдаты, не понимая, с обеих сторон, не понимают, за что они воюют, и за что они завтра должны пойти умирать. Ну хорошо, пусть он, наверное, сказал об украинцах, он, наверное, ничего не понимает, но он же сказал это о русских солдатах. Это Лукашенко так бы просто без разрешения это не сказал. Это часть будущей капитуляции. Вы заметили, как ведёт себя Скобеева. А самый главный пропагандист, Соловьёв Шапира, он позавчера начал развивать такой тезис, что да, конечно, готовится контрнаступление Украины, но его успех будет локальным. То есть он уже не сомневается в том, что будет успех. Методичка спущена, объясняя, этот успех будет локальный, но не изменит всё характер войны. Мы всё равно победим. Почему мы победим? Потому что у нас Бог, и у нас там ещё ядерное оружие, ядерная держава не может проиграть и так далее. Но он уже готовит к поражению во время этого весеннего наступления. Сегодня утром, я же тоже, как вы, посматриваю краем глаза, ну, так, номер один из этих негодяев, легендарных военкоров, под Дубной, тоже он говорил, что вот мы готовимся к контрнаступлению, мы окопались, мы... Ну, то есть вот эта пораженческая риторика, она же полностью, полностью, полностью завладела, и не случайно же ни Скобеева, ни Соловьёв, ни тот же Украшенко не спускали, не использовали бы такие термины. Это спущено сверху. Вот у меня вопрос, кто же даёт такие указания пропагандистам? Коллективный, какой-то коллективный Путин, уже осознавший, что война проиграна, или лично Путин? Мне всё-таки трудно поверить, что Путин уже сам понял, что война проиграна, но кто-то, обладающий властью, даёт такие указания, если такое позволяет, говорит Скобеева, Мукашенко и... Мне кажется, это кто-то из ближнего окружения Путина, тот, кто уже готов сдать его с потрохами, рунивая... Вот и мне тоже самое, иначе, потому что Путин продолжает безумствовать. Мы же видели, да какое... Вот это же его... Ну, кстати, вот этот его монолог о ядерном оружии, он тоже показывает его состояние безумия. Почему? Почему? Он, ну, казалось бы, рациональный, он же должен понимать, что он вчера подписал это ССИ. Он знает, как Китай... Китай, давайте скажем это раз навсегда, Китай относится к этому вопросу очень трепетно, без своих интересов. Ему важно, чтобы никто из его соседей, которым он угрожает всё время, и Южная Корея, и Япония, и Индонезия, да и тот же Тайвань, не дай бог, не решили обладеть ядерным оружием. А вот и прецедент использования ядерного оружия в Украине подтолкнул бы эти страны. А они технически развиты, они за месяц могут стать ядерным державом, а Китаю нужно сохранить своё бесспорное конвенциональное превосходство. У страны там с полутам миллиардным населением у него всегда будет конвенциональное превосходство над Кореей, над Вьетнамом, над Японией. А у китайцев из 14 его соседей, из 12 из них у него есть территориальная претензия. Кстати, включая ту же самую Россию, просто уже скучно повторять эту историю о той карте, которую я себе опубликовал, назвав там десятки русских городов китайскими. Поэтому эта задача такая очень важная для Китая не допустить прецедента использования ядерного оружия. И Путин это было хорошо известно. Но тем не менее он вот машет своей этой самой ядерной бомбой. Потому что он в отчаянии. У него нет никаких аргументов. Понимает слабость во всех остальных его плачевых. А ему хочется быть страшным, хочется угрожать, хочется, чтобы его боялись. У него больше нет никаких вариантов, кроме как продолжать угрожать ядерным оружием. Но мы уже видим, что весь мир не воспринимает это. Уже никто не ведется. Андрей Андреевич, хочу вернуться к этому прекрасному диалогу Скобеева и Севкова. И хочу отметить, что говорил этот Севков. Он говорит, что леопарды уничтожим, наши танки там советские, они самые лучшие, всю броню пробивают. И у меня такое впечатление, ну я не знаю, он уже бы с Жигулями сравнивал. Но при этом Скобеева говорит, нет, что, наши танки лучшие, я не уверена, что наши танки лучшие. Ну как мы уже с вами обсудили, что это такой новый темник. Но вот что Севков говорит, он просто ему нужно играть эту роль? Или он действительно считает, что их техника самая лучшая и непобедимая? Вы знаете, он искренний безумец. Из них есть 5-6, не больше. Вот Соловьев не безумец, он за деньги работает. Севков безумец. он патологически ненавидит Запад, Украину. И он сегодня не обоему времени озвучит свой любимый тезис. Он каждый день повторяет, что обязательно нужно ударить ядерной бомбой по Йолстовскому национальному парку в Соединенных Штатах. Почему, спрашивает у него та же удивленная Скобеева, не скажет, да потому что там происходит континентальный разлом американского континента, и этим ударом мы взорвем весь американский континент, и он провалится в океан. Вот он искренне верит в эти вещи, так же, как он верит, что Т-72 лучше в мире. Вот. Ну, кого бы еще привезли. Вот есть такой религиозный фанатик Михеев, если кто-нибудь знает. Ну, в основном это не жулики, которые работают за большие деньги и всегда могут перекоммунитироваться. нахл и фон, окоан-